Сына и Святаго Духа, Христос Воскресе! Христос Воскресе! Продолжаем мы с вами приветствоваться пасхальным благовестием, дорогие братья и сестры. И это благовестие есть радостное выражение нашей веры. Веры воскресшего Господа. Сегодня, неделю шестую по Пасхе, неделю, которую Церковь называет «Послехом», мы, дорогие братья и сестры, слышим главный вопрос в конце евангельского повествования. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» Евангелие, которое звучит сегодня по случаю воскресного дня, это Евангелие довольно пространное, поэтому служба немножко дольше длилась, чем мы обычно привыкли, потому что подробно описывается история небывалого чуда, исцеления человека, который был рожден слепым. И в самом Евангелии приводятся сразу несколько историй встреч и диалогов. Вы сегодня в Сеноксаре слышали пояснение этому повествованию, но хотелось бы остановиться на таком трогательном моменте, как встреча самого слепорожденного со Христом. В Евангелии этому рассказу предшествует момент, когда Господь говорит о себе, что он был прежде Абраама. И из-за этого дышащие на него злобы иудеи желают любить Спасителя камнями. И Господь, проходя мимо, видит этого человека слепорожденного. И все люди знали этого слепца, потому что все время он просил милости, у всех он был на глазах. И Господь милосердует над ним. И это чудо необычайно тем, что если мы в Евангелии можем встретить случай исцеления, как, например, слуги Капернаумского сотника, из-за одного слова Господь дал исцеление ему, как, например, воскрешение дочери Иаира одним словом, девица тебе говорит встань, воскрешение сына наинской зловы, исцеление кровоточивой женщины всего лишь прикосновением к ризам Спасителя. Но здесь Господь совершает творческий акт. Он плюет на землю, делает такую кашицу из праха и помазывает ею глаза слепца. И повелевает этому слепцу пойти в Силанскую купель. Для тех, кто слышал Евангелие в языке оригинала, с которыми он был понятен, Силан посланный, вот эта купель была похожа по своему свойству, это был один из источников в Иерусалиме, в котором ангел возмущал воду. Как при овечьей купели мы вспоминали чудо исцеления расслабленного, когда Господь словом расслабленного воздвигает, так и здесь Господь посылает слепца ту купель, куда он уже ходил не раз для виртуального омовения. Правильные посылали совершить обряд миквы в купели Силан. Многие люди также жаждали получить исцеление, омывшись в водах Силана, где также ангел возмущал воду. И слепец тоже туда ходил в надежде на исцеление. Но случилось чудо только в момент встречи с Христом. И Господь для слепца дает вот такое послушание, пойти умыться к купели Силан. И Он сверенно идет и совершает это действие, и обнаруживает себя исцеленным. В сегодняшнем повествовании история и чудо исцеления, и исповедничество, потому что исцеленный человек начинает защищать Христа, исповедует его, как минимум, исповедует пророкам, потому что для человека в то время максимальная похвала по человеческому достоинству была назвать человека пророком. Это высшая мера благочестия. И вот исповедует Он это перед людьми, которые Его знали. И у людей многих начинаются такие прения. Тот ли это человек? Или это похоже на него? Или, может быть, он притворялся? У всех непонятно, какое место сорадовали. Нет понятия о том, все ли с человеком, и тот ли это вообще человек. И сам Он исповедует, во-первых, что это Он исцеленный. В Евангелии говорится, а здесь. Затем у фарисеев Он исповедует Себя учеником Христовым, молчаливо, согласен, когда фарисеи говорят, что мы ученики Моисея, а ты ученик Его. И есть и допрос Его родителей, и допрос Его самого. И Он твердо стоит на том, что человек по имени Иисус сделал Его зрячим. И вот евангельское повествование сегодня, оно очень трогательное, потому что Христос не один раз встречается со страдальцем, а в третьих один раз Его Он делает счастливым, здоровым. Он представит себе человек, входивший в темноте и все испытывающий тактильностью, обретает все краски жизни. Есть в сети, в интернете гуляет ролик, где ребенок, довольно популярный ролик, где ребенок, который родился глухим, и ему врачи подключили слуховой аппарат, как он впервые слышит голос своей мамы, как он радуется, как младенчик. И вот радость ранее бывшего слепцом человека, ее передать словами невозможно. И это завершающее чудо в днях Пасхалии, которое мы вспоминаем каждый раз, когда празднуем торжество воскресения Господня. И вот происходит вторая встреча, после того, как Риана не дает назвать Спасителя грешником, не дает поругать своего благодетеля Бога, Господь является ему. И если в первый раз Господь с ним только говорил, а человек находился во тьме, то здесь, вот меня очень трогает этот евангельский момент, всегда буквально до слез, когда приходится читать его в храме в воскресный день или просто дома, дочитывая до этого места, и как будто бы сам Господь тебя спрашивает, а веруешь ли ты в Сына Божия? И на месте этого слепца хочется оказаться, потому что он говорит, а кто он, Господин, чтобы в него веровать? И в памяти оживают слова Спасителя, в памяти оживает то, что этот голос предшествовал завершению тьмы твоей жизни. И Господь ему говорит, и видел его, и говорит он с тобой. И исцеленный слепец говорит, веруя в Господь, и поклонился ему. Мы поклоняемся воскресшему Господу. Благодарим Его за самое большое благодеяние, которое сделано для рода человеческого путем любви, путем крестной жертвы и путем Его тридневного воскресения. Господь подарил нам возможность жизни, возможность полноты видения, полноты слышания, полноты осязания. Господь подарил нам полноту бытия. Пролив свою кровь и воскреснув, Господь дает нам возможность жить на полную, жить в свободе от греха, жить в свободе от всякого зла, от зависти парисейской, в свободе от неверия, в свободе от слепоты духовной. И Господь дает нам возможность ответить Ему на вопрос, веруешь ли ты в Сына Божия? И этот ответ лежит в плачине жизни каждого из нас. Верую ли мы в Сына Божия? А здесь вот нужно, как раз сегодня память апостола любви, которая говорит, что если кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит, тот поужается. И вот любить Бога, не веря в Него, невозможно. Невозможно полюбить Бога, если не любишь ближнего. Невозможно быть верующим, если живешь так, как будто бы Бога нет. Есть в апостольских посланиях слова апостола Иуда, и он говорит, что и весы веруют и трепещут. И правда, чем отличается настоящая вера от знания? Ведь лукавый, ранее самый светлый ангел, который святость Божию, которая была ему, когда приписал себе, также, можно сказать, верит в то, что есть Бог, потому что он знает о существовании Бога. Но, конечно же, дышит злоба. Мы же, если веруем в Бога истинного, в Бога истинного, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Пресной Девы Моим, и вочеловекшегося, то наша жизнь должна отличаться от жизни тех людей, которые живут, будто бы Бога нет. Можно услышать много от неверующих людей, что как же поверить в то, что есть Бог, если в мире столько зла, но не видят ослепленные злобой, завистью и неверием людям, что зло – это всего лишь пена, и все бедствия, которые в мире есть, это всего лишь пена зла над океаном божественного милосердия и любви в мире. Каждый из нас может убедиться в том, что Господь именно конкретно для Него в жизни может сотворить сверхъестественное чудо, сотворить то, что обратит тебя лично к жизни, в жизни Бога. И Господь подает все вовремя, каждому человеку в свое время. Евангелие сегодня начинается вопросом апостолов, кто согрешил, он или родители его, когда говорили о слепце страдали. И Господь говорит, что не согрешил ни он, ни родители его, но болезнь ему дана для того, чтобы совершилась слава Божия. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, через веру может достичь славы Божией. Если нам Господь послал болезнь, или нам, или нашим детям, если нам Господь послал ту или иную скорбь сегодня, или какую-то тяготу для того, чтобы мы испытали свое терпение и обогатились Божественной Благодатью и упованием, то это не значит, что Господь забыл за нас. Может быть, Господь так говорит с нами во тьме сидящими, ослепленными душевными очами. Но придет время, и Господь вновь подойдет к нам и тихим кротким голосом спросит, веришь ли ты в Сына Божия? И мы не будем спрашивать, а кто он, а просто поклонимся Ему, прославляя Его воскресшего и благодеющего нам во все дни нашей жизни. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!